Друзья, приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту практик своими руками. Данное видео закончил еще один небольшой объект, комнату в Минусинске. Комната небольшая, вообще я планировал сделать ремонт примерно за 2 недели. Получилось побольше, где-то ушло 3, может быть даже 3 споренные недели. Дальше получилось из-за того, что пол очень долго сох, вскрыли пол, пол был деревянный, из досок, доски подняли. Оказался пол бетонный очень-очень кривой, то есть тут было залито примерно 7 сантиметров срой. Заливал песок цемент, вышло дешевле. И, когда считал на пол, сколько выйдет материалов, по материалу, допустим, если бы заливал стяжкой, то по дегабре вышло на 10 тысяч. Даже там в районе 11. Цемент с песком обошелся в районе, наверное, с подъемом примерно в районе 3 тысяч. Так, ну что было сделано, были полностью выровнены стены. Делал я здесь, кстати, не один, помогал отец. Делали только комнату, балкон был сделан до нас. То есть мы тут завешали просто. После того, как все сделали, просто пластик весь отмыли. Комнаты, так, стенки все выровнены по маякам, заштукатурены, зашпаклеваны, наклеены обои, обои под покраску, покрашены. Так, на пару ламинат, ну и плинтуса. Вот здесь потолки натяжные, на потолке люстра, светильников здесь нету. И сделана ниша под гардину. Гардина поторочная. И сверху здесь я просто наклеил обои и покрасил белой краской. Ну и вот здесь цвет обоев специально был сделан под баннер. Баннер такой клею я первый раз, такой большой. Здесь где-то 4,5 метра в длину на 2,40. Баннер я клеил, так, раза два, по-моему, но они были поменьше. В принципе, клеится очень просто, намного проще, чем обои клеить. То есть, буквально здесь его наклеили, не знаю, минут за 15, наверное. Перед тем, как его наклеить, я 3 раза прокатал стену клеем. Клеил на обычный клей, Клео. Ну, для вот этих же обоев, которые были наклеены под покраску. Пока клей не высох, баннер растянули, ну и прокатали. Прокатывал вот от этого угра и как бы вот так вот вел, уходил к тому угру. Ну, то есть, чтобы не оставалось пузырей. Вроде получилось, все нормально. Так, по ламинату, по вот этому. Так, сейчас возьму этот ламинат, посмотрю, как он называется. Так, ламинат здесь был название Весттернхофф, Германия. Толщина, по-моему, 12 мм. Что могу сказать по ламинату? Здесь был, на балконе старый ламинат, они очень похожи. Старый ламинат, он был, по цене дороже же, да? Да, он уже был. Такая зеркаль. Так, ну вот, что, когда я начну укладывать, по замкам, то есть, замки очень мягкие. То есть, прямо вот пальцем берешь, и вот они скалываются, вот даже видно. Берешь, вот оно все, вкладывается. То есть, на старом ламинате, вот, замки очень жесткие, то есть, вот, ну, ногтями вообще почти невозможно их оторвать. В общем, ламинат мне этот, при укладке, совсем не понравился. И еще сказали, а где-то, по-моему? Ламинат 1, да, сейчас я пока не видел. И что там сказали, что он водостойкий. Что он водостойкий. Мосростойкий, 3-4-й год. Да, в итоге я не поверил, и мы решили его проверить, порожили мокрую тряпку, и он пролежал на этом ламинате. Сколько раз? Полтора дня, наверное. Полтора дня, тряпка пролежала, вражная, ну, то есть, такая, прям, довольно сырая. И он, действительно, ни швы, нигде ничто не разошлись, в принципе, не на вране. Не на вране. Хотя я удивился, потому что вот эти вот, ну, замки, они реально, они просто такие мягкие. Тут вот эта комната, где-то, ну, 4,70, по-моему, в длину. То есть, я тут замучился в одного его украдывать, то есть, очень тяжело его украдывается. Ну, и, кстати, вот они, вот весь ламинат, который 12 мм, он очень тяжело его в одного украдывать. То есть, вот, я четыре раза его украдал вот такой, просто везде вот так вот. Так, ты не знаю, он сколько вышел? Два квадрат. Где-то около 1100, по-моему. 1100, по-моему, да. Ну, то есть, цены, по-моему, такие тоже хорошие. Ну, году, значит, он держит нормально. То есть, мы обедили специально. Так. Татьяна, скажите, как шел ремонт? Да, это вот еще один видеозы. Сейчас я опаленько сделаю. Были ли какие-то там госяки? Ну, вообще, я делал, получается, две квартиры, так как здесь объем был небольшой, плюс у меня отец начинал здесь, то есть, вскрывал полом и защищал стены. Я параллельно делал еще один объект, то есть, там, ванную комнату, клеил капель, мозаику, и параллельно делали здесь. Потом, когда залили пол, пол тут стоял, по-моему, дней. Ну, минут пять, наверное, даже. По-моему, неделю простоял, и, по-моему, еще дня два, как минимум. Ну, потом, да. То есть, он сразу, как-то он надеялся, что через пять. Да. То есть, в новостройках заливаешь, там сейчас пескопитон, по-моему, заливает пескопитоном, и там получается, то есть, пол буквально высыхает. Ну, только заливаешь, вода моментально высыхает. То есть, он там, ну, у меня за три, даже, там, семь сантиметров стоим, у меня четыре масса высыхает. Здесь, по-моему, не знаю, дней, девять, четырем. Ну, долго. Да, долго, да. Сплотился-то он быстро. Это нас немножко и подкосило в то время. Да, ну, как бы, вот. Ну, Татьяна, как ремонт был сделан, то есть, вам понравилось, не понравилось? Ну, с удовольствием оставлю отзыв. Сначала пару слов, как я вышла на Ивана. Я случайно посмотрела, когда стала готовиться к ремонту. Посмотрела некоторые видео на YouTube, где Иван рассказывал о, там, технологическом процессе, как раз заливке пола, по-моему, что-то еще он рассказывал. Ну, мне понравился чем этот видеоролик? Подходом человека, то есть, он делится своим опытом, рассказывает, как сделать лучше, и, что немаловажно для нас, как и для его клиентов, как сделать дешевле. Вот. Вот это меня подкупило, и я решила узнать, можно ли как-то связаться. Оказывается, там сайт есть. Я вышла на сайт. Да, сайт, сайт. Да, посмотрела работы другие, оказывается, я удивилась, что это все человек сам сделал. Там, я думала, это фирма за несколько лет столько не сделает работ. Ну, интересные всякие работы, как, очень, конечно, все было сделано качественно. Вот. Мы зазвонились, сразу уже человек откликнулся, приехал, на все мои вопросы ответил по смете, по материалам, по срокам. Все мне посчитал. Я до этого... Да, еще и по счетам меньше съем. Да, 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 немножко. Ну, у нас тут не предвидено, потому что было, казалось, что там больше заливать надо было. Вот. Потому что несколько человек до этого приняли, суммы были значительно выше, скажу честно. Не, там даже получилось не то, что заливать, я просто ошибся, я умножу, и нолик переписал. Вот, вот, у меня устроила сумма, по срокам мы договорились. Ну, как было условно, человек приехал, начал ремонт делать. Вот. Все материалы на любой вопрос отвечал, помогал в выборе материала, все объяснял, все. Делал очень качественно. Сразу скажу, мне это очень понравилось. Качество. Никаких замечаний у меня ни к качеству, ни, в принципе, к срокам, ни, ни еще к чему-то в процессе ремонта нет. Мы все время обважились на годы 25, когда вы понимали? Ну, без запола. Даже хорошо мы начали раньше, чем планировали. Потому что я просила. Именно. Да. Майя. Майя, я ловко удел и заканчиваю. Поэтому вы даже раньше позвонили, и мы начали раньше. И хорошо. Поэтому, как раз по тому сроку, который мне нужен был. Да, потому что если бы вот так вот, ну, начали чуть попозже. Я думаю, мы бы, ну, не только пока. Да, да. Благодарим. Я знакома. И та моя идея, которую я так себе рисовала, она прям вот на 100% притворилась. Потому что я начала с лоджи, и мне надо было в этом стиле как-то что-то осуществить вот эту идею. Ну, и вам большое спасибо. Он прямо все мне помог это сделать. Вот теперь я буду продолжать небольшими, конечно, темпами свой ремонт. И хочу сказать, что буду обращаться теперь только к Ивану. Буду советовать его всем своим знакомым и друзьям. Вот. Чтобы он нам помогал делать ремонт. За вполне приемлемое, нормальное. Это того стоит деньги, по срокам. И еще хочу особо отметить, что я человек очень профессиональный, клиентоориентированный. Вот. Занимающийся тем, что он еще сам, я так поняла, в виде его видео. Интересуется не только, значит, как либо сделать. Во-первых, технологиями, оборудованием, как лучше сделать, что лучше использовать. У меня это тоже, как учителя, в принципе, очень подкупает. То есть, человек растет в своей профессии и не просто хочет, там, ходу на что-то сделать, а вырасти как профессионал и достойно, в хорошем качестве делать свою работу, что очень подкупает. Поэтому я ему очень благодарна и спасибо. Спасибо. Ну, и что вот еще сразу хотел сказать. Я же вам по материалу, да, сам все. То есть, я же вам даже не говорил, по-моему, что вот, допустим, на палатность экономили 7000. Только на палатность. Нет, конечно. Мы ничего не говорили. Просто я уже сразу узнал, как сделать дешевле. В принципе, можно было сделать все проще, взять и купить стяжки, пешком привезти, все залить. И это бы вышло на 7000 дороже. Это я вот специально просчитывал. Стены также, там, по штукатурке, вот я там закупаюсь, вот этот материал, там, Грозекс, они реально дешевле. То есть, там мешок получается дешевле рублей на 50. То есть, плюс, там, на мешках, здесь ушло что-то, 12,5 мешков штукатурки. То есть, вот, 12 на 5, это уже, что такое, 600 рублей, да? Так же, на штукатурке. То есть, там, ребята, на грунтовке, на то, на сём. Ну и выходит, что вот тот же самый абсолютно ремонт и выходит дешевле. То есть, чисто на материале, там, ну, наверное, 1400 здесь экономили. Ну, как бы так. Так, ну и вот здесь вот еще сразу, тут вот была сложность небольшая. То есть, когда раскрыли, пол был ниже, чем пластик, где-то сантиметров на 7. И вот это вот место, то есть, тут была щель. Не стерейся. Да, здесь получается, вот когда пол залился, была щель где-то сантиметров на 7, наверное. И вот здесь вот пришлось приклеивать на штукатурку пластик. Ну, вот такой же пластик, панель осталась, я её отрезал. Здесь её получается штукатурным раствором накидом. Присронил его, и он, пластик, этот он, ну, как засох. Причём, старался, чтобы вот ширина... Сейчас покажу. Чтобы ширина вот эта была примерно одинаковая. То есть, вот здесь вот эта вот штукатурка идёт. Потом идёт пластиковая панель. Вот она по всей идёт. Здесь вот ламинат шёл. Ну, здесь пришлось доску перепиливать, чтобы подогнать примерно до... Ну, как, до вот тогда, чтобы ровно было. И дальше, получается, когда сделал плинтус, то плинтус вот этот краем, он перекрыл пластик. Получается, лёг, ну, вот здесь вот маленько видно, наверное. Вот он прям лёг на пластик, то есть его почти не видно. И видна была только штукатурка. Вот эту штукатурку я потом просто промазал герметиком. Момент монтаж белый. Всё, он так промазался. То есть, он схватился. Сейчас высыпаться штукатурка уже не будет. Ну, и получилось визуально, как бы, ну, более-менее нормально. В принципе, я даже не знаю, что тут можно было ещё сделать. В принципе, не отличается и к полу подходит, и к пластику. Ну, мне кажется, нормально довольно получилось. Единственное, вот здесь вот можно было ещё, ну, даже не знаю, нужно, не нужно порожек угловой сделать. Ну, как бы, не знаю, можно и так. В принципе, здесь герметик на этот он сейчас схватился, прижался, он уже доска никуда не отойдёт. Ну, в общем-то, всё. Заходите на мой сайт www.euroremont.ru Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...